вот хотя если выйдем с удаленки то к сожалению придется потом отдельно делать и так вторичное квантование вторичное квантование в чем вообще идея что за метод такой и как он работает здесь как тут сложно не достиг видимо того еще дзена чтобы в двух словах объяснить что происходит идея в том что мы описываем квантовые системы не напрямую не напрямую а вводя в них какие-то элементарные простые возмущения возбуждения и по сути дела считая число этих возбуждений скажем одно два три вот например электрон при стали электрон проводимости в кристаллической решетки он может рассматриваться как такое как раз элементарное возбуждение которое бегает между узлами решетки с определенной энергией по определенным законам и исходя из этого мы можем воспроизвести спектр энергетический там увидеть запрещенную зону или отсюда соответственно рассчитать проводимость материала и много всего в общем всю тримодинамику на самом деле описать или например 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 еще один вариант тут представьте что у нас есть кристалл повещённый сильное магнитное поле и он полностью намагничен он полностью намагниченный но в нем всегда есть какие-то тепловые возмущения которые стремятся его на ворот размагнить понятно всегда есть тепловые фруктуации когда кристалл в поле то он полностью стремится выстроиться по полю там допустим такая вот система фирма магнитная к нибудь там еще и атомы сами друг другу помогают устраиваться в направлении внешнего поля но тепловые фруктуации это все немножко разбалансируют и в итоге получается что кристалл как будто бы так вот немножко бурлит оказывается что это бурление на самом деле можно описать очень довольно таки простым способом рассматривая не случайные колебания всех магнитных моментов всех атомов кристалле а рассматривая эти колебания как набор волн набор волн волн что-то заикаюсь набор волн с определенными длинами и такой подход оказывается действительно дает точное описание кристалла точное описание магнитных свойств акустических свойств если говорить при колебании атомов в решетке просто вот относительно узлов не колебание магнитных моментов. И какие-то более сложные эффекты связаны с взаимодействием магнитных моментов и акустических колебаний. Массу всего можно из этого дела извлечь. Идея состоит в том, что мы вместо того, чтобы рассматривать цельный кристалл как цельный квантовый объект термодигномический, которым дофига атомов и ничего нормального описать нельзя, можно, конечно, равновесие хорошо описывается. Вспомнить физику невероятных процессов можно теорию куба применить при желании. Но даже чтобы теорию куба применить, можно использовать обращающий подход. Говорим, что вот у нас пусть кристалл это основное состояние, и над этим состоянием возникают волны. Волна большой длины, поменьше, поменьше. И вот эти волны с определенной вероятностью могут возникнуть. И, по сути дела, мы рассматриваем не поведение кристалла, а поведение вот этих вот условных волн в кристалле. Таких вот как будто бы частичек. Эти волны, они потому что обладают, им можно приписать импульс, можно приписать массу, и они, в принципе, могут рассматриваться еще и как частицы. Здесь вот полностью принцип Добройлевский. Волна частиц, он срабатывает. Очень хорошо реализуется. И в итоге, по сути дела, мы вот как будто бы вводим дополнительное квантование над уже квантовой системой. Поэтому мы говорим, что она вот такое происхождение термина вторичного квантования можно примерно так описать. Но чтобы проиллюстрировать все, что происходит, давайте мы сначала посмотрим простую самую систему, простой одиночный гармонический осциллятор. Как можно его переписать? Какое можно здесь ввести вторичное квантование? Вторичное квантование, ну и пусть будет просто осциллятор. Имея в виду осциллятор гармонический. Возможно, я это рассказывал на физике нейронических процессов, но дальше если рассказывал, ну повторим еще раз, ничего страшного. Нет. По поводу контрольных точек я немножко подумаю. Опять же, можете посмотреть материалы с предыдущего года. Думаю, что я, в общем-то, сохраню тот же самый подход, что просто какие-то задачки простые, расчетные, которые не подразумевают каких-то серьезных погружений в эти термодермические и кристаллические материи, поскольку у нас магистратура акустическая, гидродермическая, а не конденсированная. Этот курс, он больше дается с позиций, скажем так, волновых. Мы, на самом деле, здесь можем все эти задачи еще свести в физике сплошных сред, но я вот не знаю, включу этот кусочек, не включу. На самом деле можно добавить, расширить, чтобы увязывалось получше с тем, что вы изучаете в других приметах, со слабо-невинейным анализом, например. Но пока давайте начнем с квантов, и, скорее всего, на самом деле квантами мы и закончим у нас. А у нас с вами сегодня, кстати, одна пара, да? Да. Отлично. Одна пара. Откуда-то издалека сказал Миша, если я правильно голос слышно прилил. Так, прошу прощения, если не так. Итак, давайте рассмотрим гармонический осциллятор. Так, у меня немножко вот уже планшет подостерся, поэтому он шалит. У меня уже все исцарапано, вся поверхность. Ну, что поделать. Рассмотрим частицу с массой М, которая находится в потенциале вот такой формы. Вот такая потенциальная энергия. Потенциальная энергия. Так, методичку я вам, кстати, разошлю, в которой все это есть и по которой я, к сути дела, лекции читаю. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия такая. Омега – какой-то параметр, который, если мы говорим про классическую механику, он будет играть роль частоты колебаний. Если мы этот потенциал нарисуем, то это будет вот такая ось x, 0. Вот такая вот будет парабола. Я постараюсь сейчас нарисовать ее прямо и даже симметрично, что вряд ли получится. Надо же. Теперь вы просто хорошо нарисовались. Даже на доске хуже рисуется. Вот такой потенциал. И если мы берем классическую частицу, она у нас будет в этом потенциале совершать колебания по закону Гука, потому что потенциал дает действующую силу. Здесь получится что у нас? m омега квадрат на x. Сила возвращающая, причем еще со знаком минус. Ну и в итоге уравнение колебаний будет простое линейное уравнение x с двумя точками плюс омега квадрат на x равно нулю. В квантовой же механике, естественно, это не так. В квантовой механике все не так. Описывается и нужно вести гамильтониан задачи. Гамильтониан осциллятора осциллятора оператора Гамильтона с квантовой механикой. H со шляпкой напишу. У нас есть кинетическая энергия. Кинетическая энергия плюс, естественно, потенциальная. Плюс вот это вот m омега квадрат x в квадрате пополам. Оператор Гамильтона. Оператор P это у нас импульс. Но опять же, я не буду тратить время на то, чтобы сейчас сидеть и прорешивать вот эту задачу целиком от ЭДО, поскольку вы это делали, наверное, на квантовой механике на третьем курсе. По крайней мере, в каких-то чертах задачи рассказывается. Ну, известна для этой, на самом деле, задача уравнение. Для такого, вернее, гамильтониана уравнение Шрёдингера решено давно, миллион раз, и решения его известны. Ну и давайте просто решение выпишем. Так, решение уравнения Шрёдингера. Для иллюстрации того, что получается, ну и для того, чтобы напомнить, что осциллятор не так уж прост. Это он вам в классической механике, там синус омега т, косинус омега т, а здесь нифига подобного. Так, решение уравнения Шрёдингера. Уравнение Шрёдингера имеет вот такой вот вид, напомню, h ψ равно e на ψ. Стационарное уравнение Шрёдингера. Е – собственное число неизвестное, энергия частицы. И решение здесь образует спектр, поскольку у нас движение системы, движение частицы здесь ограничено потенциальной ямой. Вот этой, хоть она и бесконечно простирается влево-вправо и, соответственно, вверх, но задавая какую-то энергию, мы всё равно видим, что частица будет совершать колебания от левой до правой границы. То есть то, что в механике называется финитным движением. Поэтому спектр уровней здесь является дискретным. И главная особенность эстрелятора в том, что спектр энергетических уровней у него является эквидистантным. У него все уровни отстоят друг от друга на h-омегу. На h-омегу, как бы вы его не вертели, если у вас эстрелятор гармонический, то у него будет такой аккуратный эквидистантный спектр. Как будто бы мы систему просто... Ну, скажем, что у нас... Вот есть какое-то основное состояние. Давайте постараюсь какой-то комментарий такой придумать по ходу дела. Вот состояние с n равным 0. n равное 0. И здесь энергия равна h-омега пополам. h-омега пополам. То есть основное состояние, получается, отвечает каким-то колебаниям частицы вблизи нуля. Но это тот факт, что частицы вблизи нуля не может попасть в минимальное состояние, в точку минимума. Это эффекты чисто квантовые. Чисто квантовые эффекты как раз здесь работают в принципе неопределенности. Частичка не может свалиться в ноль, потому что тогда она по принципу неопределенности должна будет иметь бесконечный импульс. У нас есть ограничение, что область условного, в которой частица находится, на интервал скорости, с которым она может двигаться, это константа. Не может быть меньше некоторой величины или, как минимум, должно быть равно константе. В итоге можно оценить из этого дела величину вот этого энергии соответствующей. То есть даже на самом деле из принципа неопределенности здесь можно посчитать основное состояние. Но это так. Это, скажем так, по-красивому в этой задаче, по-фундаментальному. Вот расстояние между отдельными уровнями. Оно всегда одинаково и как будто бы мы просто можем взять систему, начать накачивать ее фотончиками с энергии аж омега, и она у нас будет убегать на все более-более высокий уровень энергетический. И при этом вероятность переходов будет уменьшаться по мере увеличения энергии. Но в целом, используя один и тот же фотон, вернее, одну и ту же энергию фотонов, мы можем получить весь спектр состояний осциллятора. Это вот его особенность, особенность такой системы за счет его линейности. В нелинейном осцилляторе все это портится. Чуть только мы там добавляем кубическое слагаемое или четвертую степень потенциала, все сразу разваливается и становится плохо и ужасно. Вот это у нас энергия, энергетический спектр, волновые функции. Ну, давайте напишу иллюстративно. Они, конечно, сейчас много ничего, наверное, не скажут в таком виде. Пси-эн-э. Пси-эн-э равно. Так. Пси-эн-э от х. Тут всякие нормировочные коэффициенты дикие. Так. 2 в степени n на n повторял. Здесь у нас коэффициент m омега на π, по-моему, на n. Нет, неправда, на h. Не угадал. Ну, да, m омега на h. По размерности так должно быть. В степени 1 четвертая. Безразмерный коэффициент такой. И здесь еще сидит вот такая вот спецфункция, которая носит название полином Эрмита. Полином Эрмита я вот не помню, опять же, где они могли попасться, кроме как на квантах. Скорее всего, только там попадались. Вот полином Эрмита. Вот с таким вот хитрым аргументом. Получается корень из m омега на h. Это какая-то характерная длина. Какое-то характерное расстояние. Ну, не знаю. Какая-то характерная длина волны в этой системе. И еще на задухающую экспоненту. Не просто на экспоненту, а еще на гауссовую функцию. m омега х квадрат деленное на 2h. Отлично. Вот hn это у нас полином Эрмита. Которые тоже можно получить. Я еще списывать не буду. Можно их получить путем дифференцирования гауссовой функции. С некоторыми добавочками к ней. Вот. Просто так вот для иллюстрации. Это результат квантовой механики. Он известен. Но самое главное, что здесь для нас важно, это вот это наличие эквидистантного спектра. Эквидистантного спектра, который нам позволяет кое-что в описании задачи на самом деле упрощить. Упрощить. Упростить. Упростить. И реализовать немножко другой подход. Давайте с вами, с вами, с вами, что сделаем? Давайте получим вот это вот решение. Ну, не то, что прям целиком и полностью его получим, но реализуем его другим путем. Хотя бы энергетический спектр получим другим способом. Давайте преобразуем Гамильтониан. Преобразуем Гамильтониан, введя новый оператор. Оказывается, по сути дела, который будем называть операторами вторичного квантования. Операторами вторичного квантования. Получим энергетический спектр хотя бы альтернативным способом. И введем новые операторы вторичного квантования следующим образом. Сейчас надо главное здесь аккуратно все записать. Поскольку, ну, если мы правильно ведем, правильно придумываем эти операторы, эти самые операторы можно хорошо сэкономить на всяких масштабных величинах и сразу получить безразмерное решение. Сразу получить безразмерные задачи. Вот операторы. Сейчас таким образом определим. Пусть у нас будет оператор B вот такой P минус I на m омега x деленное на множитель 2h омега m. Множитель нужен будет чисто для нормировки и не более того. То есть мы, получается, взяли и скомпетировали, прошу прощения, импульс и координату. Причем еще координату взяли как минимую часть. Такая идея используется иногда в теоретической механике, когда речь заходит. Ну, либо о задачах, если идет речь о построении так называемых нормальных колебаний, либо в системе, сложной системе, которая много степеней свободы. Либо, когда мы говорим про вынужденные колебания, тоже подобный подход применяется. Можно ввести хитрую замену, что-нибудь типа x с точкой плюс I омега на x. Ну, кстати, да, вот если мы отсюда массу вынесем, у нас будет x с точкой плюс I омега на x. Вот. В теоретической механике такая замена применяется. И с этой замены удается поменять порядок, вернее, упростить как раз уравнение колебаний, построить всякие решения в случае вынужденных колебаний и прочее, прочее, прочее. Так, и омега на x. Удается очень хорошо реализовать, просто, вернее, реализовать решение уравнения, потому что у него понижается порядок. Уравнение колебаний после такой замены уравнение второго порядка превращается в уравнение хоть и комплексное, зато порядок первый. Комплексное уравнение первого порядка линейная. И спокойно все для первого порядка у нас известно решение общее, которое можно нагло применить и получить в итоге универсальное решение задачи о любых колебаниях под действием любой внешней силы. Ну, естественно, колебаниях линейных. Вот мы ввели такие операторы, и давайте посмотрим, что мы такое вообще натворили. Что это за такая штуковина? Что за такая штуковина? Давайте для начала посчитаем коммутаторы этих операторов. Посчитаем коммутатор. Можно, конечно, сразу начать в лоб подставлять их в оператор Гамильтона, ну, при ней пытаться выразить. Выразить из них P и X. Можно выразить из них P и X, подставить в оператор Гамильтона, но без знания некоторых свойств мы в дальнейшей подстановке продвинуться не сможем. Поэтому нужно сначала посчитать некоторые моменты. Что-то я постараюсь просто выписать без вывода, чтобы так попроще все было. Так, вот это место у меня не получит совсем похоже. Так, коммутатор. Вычислим вот такой вот коммутатор двух операторов. B, B, крест. Значок вот этого крестика, он с одной стороны здесь, ну, с одной стороны вроде бы большой роли здесь не играет, но он обозначает на самом деле эрмитовое сопряжение. Эрмитовое сопряжение – это операция, при которой мы меняем все знаки у экспонентов, у мнимых единичек, то есть, по сути дела, делаем комплексное сопряжение, но дополнительно еще производится операция транспонирования. Опять же, на неразновесных процессах, возможно, оно у нас возникало, я на всякий случай все напомню. Операция эрмитового сопряжения означает, что если мы возьмем какой-то оператор, применим к нему комплексное сопряжение и транспонирование, причем в любом порядке, мы получим эрмитовый сопряженный оператор. Почему такая хитрая процедура? А потому что у нас эрмитовые операторы, которые сами в себя переходят при такой процедуре сопряжения, например, гамильтониан, они имеют вещественное собственное значение. А если у него вещественное собственное значение, значит, мы можем сопоставить этому оператору какую-то реально измеримую величину. То есть можно просто построить по определенным правилам эрмитового сопряженный оператор, и он нам будет описывать реальный мир, реально измеримую величину. Единственное, конечно, все правила нужно соблюсти, с «Бухта-Барахта» такой оператор не придумаешь. Ну или, скажем так, структура оператора должна быть обоснована физикой задачи. Должна быть обоснована физикой задачи. В Гаммельтоняне у нас есть кинетическая энергия, есть потенциальная энергия. Давайте вычислим вот эту величину, коммутатор, подставим в коммутатор наши операторы B и B-квест. Напоминаю, что коммутатор – это просто произведение первого на второй минус произведение второго на первый. Поскольку это операторы, это не ноль. Перестановка операторов не всегда допустима. Не всегда операторы можно переставлять друг с другом. Давайте мы сейчас проверим, как себя B и B-квест ведут. Мы можем вынести полностью общий множитель. Или вот этот вот 2H на омега M. Причем, поскольку у нас их тут два, то давайте сначала запишу, а потом будем выносить. Поскольку у нас два одинаковых множителя, мы можем просто возвести, при ней убрать корень и написать то, что здесь есть. Ну а далее все, что есть, просто по всем стандартным правилам перемножаем и не более того. Перемножаем, вычисляем, находим произведение. Так, M омега, омега M. Местами перепутал. Получается, единичку на омегу, единичка на 2H омегу и M мы выносим. И у нас остается коммутатор от вот этих вот произведений. Ну и здесь, как бы, никуда не денешься у вас. Если под коммутатором есть какое-то произведение, какие-то произведения, вернее, какие-то такие сложные, ну, скажем так, сложные, какие-то многокомпонентные выражения, многочлены, то мы как будто бы раскрываем скобку. Мы как будто бы раскрываем стандартную скобку, но вместо того, чтобы написать, например, P на X или там P в квадрате, мы должны написать коммутатор везде. Как будто стандартно раскрываем скобку. Здесь, получается, в первом слагаемом P на P. Что-то где-то мы этого слоника уже видели, по-моему. Так, с вами. С вами ведь не люблю. А может, как раз с магистрами. Потому что, не помню, кто-то мне придумал. Да, только там было Q. А, у нас там было Q. То есть там был оператор P и Q. Точно, Q и P. Все вспомнил. Ну, в общем, вот. Вот он снова, вездесущий возник. Возможно, даже мы там делали то же самое, когда-то выводили. Так, минус I, M, омега, X на P. Так, это я вот первую скобку умножил на импульс. Дальше, 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 дальше. Первую скобку надо на им, омега умножить. Им, омега. П, X. Вот. П, X. Порядок другой. И, наконец, I в квадрате, M в квадрате, омега в квадрате. Можно не считать, потому что сейчас вот этот слагаемый загуляется. Поэтому неважно, какой некий сценарий. Какие-то у нас эстоники получились такие, знаете. Последним эстоникам, по-моему, не здоровается. Так. Что у нас получается? Так, что получается, что получается. Сам собой любой оператор всегда коммутирует. Потому что вот если мы поставим в клейне коммутатора два одинаковых оператора, то у нас будет везде B на B минус B на B. То есть 0. Поэтому первого слагаемого у нас нет. Тождественно равно 0. И последнее слагаемое у нас тоже, тождественно равно 0. Поэтому, на самом деле, все слагаемые живы. Здесь надо вспомнить, чему равен коммутатор P и X. Опять же, можно это посчитать, но это уже будет совсем перебор. Тем более на первой паре по предмету такое сразу в лоб. Жуть. Вот этот вот коммутатор равен P и X равен минус I на H. Минус I на H. Да что же ты будешь делать-то? Минус I на H. Вот. А второе, соответственно, в противоположную сторону. Переставленные местами операторы, значит, у нас просто меняется знак. Опять же, глядя на структуру коммутатора. Здесь получается плюс I на H. Будем считать, что они известны, потому что это, в общем-то, вот эта вот величина, вернее, равенство такого P на X, равенство коммутатора вот этой величине, это есть выражение принципа неопределенности из квантовой механики. Поэтому где-то там давно, оно, наверное, рассказывалось, поэтому будем считать, что мы его знаем. И считать заново не хотим. Что не хотим, это уж точно. Так, что здесь получается? Что здесь получается? У нас есть I, M, Омега, общий множитель в числителе. Причем минус I, M. Ай, ладно, напишу, как есть. I, M, Омега, да что ты точку не ставишь? I, M, Омега на I, H. Сейчас. I, M, Омега на I, H. Минус. Минус? Да, минус. Просто удваиваются, получается, они. Минус I, Омега на I, H. В одном случае у нас был знак минус перед коммутатором, в другом случае сам коммутатор отрицательный получился. Все это делится на 2, H, M, Омега. Видно, что все константы размерные сокращаются, двойка тоже сократится, и у нас остается просто минус I на I, то есть плюс единица. Просто плюс единица. Масса сокращается, частота сокращается, постоянная планка тоже. В числителе еще возникает двойка, которая тоже, естественно, сокращается. Вот у нас получилось такое простое соотношение для операторов B и B квеста. На самом деле у них такая сложная форма, именно для этого и сделана. Если бы они были чуть другой структуры, то у нас бы коммутатор получился не единичка, там бы возникли какие-нибудь хитрые множители, связанные с частотами и постоянной планкой, и пришлось бы немножко придумывать, как с этим бороться. А мы, по сути дела, вот какое-то такое, ну, своего рода обезразмеривание сделали. Вели такие вот переменные хитрые. Хотя размерные они здесь или нет, но вообще надо думать, размерные ли эти переменные, я сходу сказать почему-то затрудняюсь. Скорее все-таки, да, B получается вроде бы безразмерной величины. Вот, по сути дела, поэтому у них такая структура кривая. Вот получился такой простой коммутатор. Ну, и что здесь можно сказать? Что здесь можно сказать, что можно придумать? Используя теперь вот это свойство коммутатора, мы можем их переставлять между собой. Если возникает такая необходимость, и просто при перестановке добавлять или вычитать единичку. Можем просто добавлять или вычитать единичку. Давайте перелесну на следующий слайд. Перелесну на следующий слайд. Так, мы получили вот такое вот свойство. B на B крест минус B крест на B равно плюс одному. Соответственно, можно, если у нас в каком-то выражении появилось B на B крест, мы его можем записать как единица плюс второе слагаемое, или наоборот, если появилось второе слагаемое, где-то можем переписать через первое. Давайте посмотрим, какие у этих операторов, как себя ведут собственные значения хотя бы. Как себя ведут собственные значения, и, ну и, собственно говоря, какие у них могут быть собственные векторы, как они связаны между собой. Какие конкретно, мы их, наверное, не найдем. И какие конкретно, мы их не найдем, но хотя бы вот в общем виде, мы сможем получить некоторые важные свойства таких операторов. Таких операторов B и B крест, которые мы ввели. Итак, давайте рассмотрим задачу на собственное значение. Собственное значение. Задачу на собственное значение следующего. Вот такое. B крест B на какое-то, ну пусть будет лямбда, вектор с номером лямбда, должно быть равно лямбди умноженный на этот же вектор. То есть, напоминаю, в Дираковской аннотации вот эти вот угловые скобочки, это, скажем так, условно, можно сказать, вектор-столбец, волновая функция. Если мы скобочку повернем угловую наоборот в левую сторону, то это у нас будет транспонированный вектор, эрмитово-сопряженный вектор, то есть вектор-стручка. Если говорить про контекст волновых функций. Так, вот у нас такая задача на собственное значение. И будем считать, что у нас состояние нормировано. То есть, получается, у нас лямбда – это собственное число состояния лямбда с кубочкой. При этом состояние нормировано. То есть, они все, получается, ну, мало того, что они не нормированы, так-то предполагается, что они еще и ортогональны в идеале. То есть, если у нас, например, лямбда и мю, два разных собственных фактора, собственные числа, то они при перемножении дают ноль. Дают ноль. То есть, их скалярное произведение равно нулю. А здесь вот скалярное произведение одинаково, равно единичное. Квадрат модуля вектора. Скалярное произведение вектора на самого себя. Вот это, по сути дела, мы как будто бы взяли лямбда умножили на лямбду. По смыслу это то же самое. Только векторы у нас комплексные и обобщенные какие-то. Давайте мы поколдуем у света задачи на собственное назначение. Немножко поколдуем. И вот первое, что можно сделать, это умножим. Давайте номер один здесь поставлю слева. Номер один. Умножим один на вектор лямбда слева. Умножим слева на транспонированный, ну вернее, на эрмитово сопряженный вектор. Что это нам дает? Это нам дает вот такое вот уравнение. По сути, говоря языком линейной алгебры, у нас B, крест B образует какую-то матрицу. В общем-то, любой оператор – это какая-то матрица. Эта матрица у нас умножается на вектор, и на выходе мы получаем вектор умноженный на какое-то число. Возможно, новый вектор, но поскольку мы говорим про вектор собственный, то получается тот же самый исходный вектор, только с измененной длиной. Мы сейчас взяли вот это произведение матрицы на вектор, умножили слева еще раз на вектор, чтобы сделать не на выходе, чтобы на выходе получилось число просто. Просто скаляр, а не векторная величина. Вот в левом, в левой части уравнения получается вот так, в правой части уравнения получается лямбда на произведение векторов на самих себя. Число всегда можно из-за произведения вытащить. Операторы так просто не вытащишь. С ними надо аккуратно. А число можно вынести. Ну и что получается? Вот здесь вот получилось в правой части просто лямбда, потому что произведение это единичка. Просто лямбда. Что получилось в левой части? В левой части нужно сейчас, опять же, здесь начинается черная магия вот этой дираковской аннотации в том плане, что мы вольны здесь задачу перекомпоновать немножечко компоненты, которые здесь есть. Ой, не пси, лямбда. Мы можем утащить вот этот вот вектор, оператор B внутрь вектора, а вот этот оператор B крест можем утащить внутрь другого вектора. В итоге у нас получается вот такое вот произведение. Лямбда B крест. Да, лямбда B крест на B. Лямбда. Так. Ой, плохо я это написал. Здесь уже без... Оператор должен на что-то действовать. Минимум на нервы. Вот так вот должно быть здесь. Здесь вот должно быть вот так. Почему? Потому что вот это вот выражение, вот это выражение, это есть транспонированный, вернее, транспонированный и сопряженный, то есть термитово сопряженный вектор B лямбда. Ну, или другими словами, мы как будто бы вот так вот просто поставили здесь такой вот разделитель и написали вот в этом выражении, ну, просто расцепили его на два вектора. Что у нас получается? Вместо вектора лямбда мы теперь рассматриваем результат действия оператора B, одиночного, а не двойного, не произведения двух операторов, на этот самый вектор. У нас получается на выходе в результате что? Получается просто квадрат одного, единственного B лямбда. То есть у нас это выражение, это на самом деле квадрат модуля. Давайте большими большими черточками его изображу этот модуль. Получается квадрат модуля B на лямбда. Раз это квадрат модуля, значит это что-то положительное, ну или равное нулю в каком-то отдельном случае. Самое главное, что мы можем сделать. И получается мы из вот этого произведения, из вот этого перестановки делаем вывод, что у нас квадрат вектора, что вернее выражение в левой части оказалось равно просто квадрату нормы вектора, ну или квадрату модуля вектора. Хотя правильнее, конечно, нормой говорить, потому что здесь у нас необычный вектор геометрический. Но смысл примерно тот же. А это значит, что у нас в правой этой части лямбда стоит, если мы с точкой выше вернемся, это означает, что у нас лямбда тоже больше либо равно нулю. То есть мы получили вот из такого преобразования, из этой немножко такой черной магии дираковской аннотации в то, что собственные векторы, ой, вернее, собственные числа оператора B на B, оператора B крис B обязательно должны быть неотрицательными. Обязательно неотрицательными. Собственные числа получается у нас собственные числа B на B неотрицательны. Ай. При этом заметьте, что мы ничего не говорили ни по структуру операторов B. Вот если мы сейчас отвлечемся вообще от физики, которую мы в них заложили выше, а просто скажем, давайте мы вот введем вот оператор, у которых такой коммутатор. И посмотрим, что будет. А если у них такой коммутатор, у них получается положительное значение собственного такого оператора. Давайте это сейчас допишем, эту мысль и сделаем перерыв. Собственные числа B крис B неотрицательные. Не отрицательные. Вот это первое их свойство. Давайте сделаем перерыв, потом посмотрим, как они еще меняться будут. Так. Приставить записи надо. Так. Что там такое, как Петро Северный в одном номере говорил? Так. Стоительство нематимальное. Так. Все подзапись получилось, да? Ну ладно, бывает. Так. Так, так, так. Давайте мы сейчас сделаем что? Что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Давайте мы теперь вот на это уравнение 1 под действием императором B. Под действием императором B и посмотрим, к чему это приведет. к чему это приведет. Под действием императором B на него и запишем результат вот такого воздействия. То есть мы взяли уравнение, навесили на него еще один император слева. Навесили на него еще один император слева. в правой части получилось лямбда на B лямбда можно сразу оператор занести под знак вектора. Скажем так, с заделом на будущее. А здесь же получается в части левой нужно немножко преобразовать и перегруппировать то, что здесь у нас написано. Как перегруппировать? На самом деле здесь принята общая принятая запись таких комбинаций, когда у нас есть операторы с эрмитовым сопряжением без него, стараться все сопряженные операторы выписывать левее. Постараться все их привести в левую часть. Это будет так называемый нормализованный вид. Нормализованный вид, то есть просто переносим B влево. B к лес переносим влево. В правой части просто дописали B и внесли его под вектор. Осталось число, умноженное на новый вектор состояния. А в левой части сделаем следующее. Так. Ну что ж, сейчас начну пытаться это выписывать. Так, у нас было вот такое выражение. было вот такое выражение. И мы его преобразуем к следующему виду. Мы перетаскиваем оператор B крест левее, но чтобы эта перестановка была справедливой, чтобы эта перестановка была справедливой, мы должны что теперь сделать? Мы должны учесть коммутатор. B на B крест у нас был, осталось получается 1 плюс новый оператор. Давайте лучше прошу прощения за то, что приходится править. Лучше вот так записать. Первый и второй оператор поменяли местами. Поскольку коммутатор не нулевой, мы это учитываем. Вот коммутатор написан сюда. Если вы здесь везде будете выражением буквы И, это нормально. Я тоже стараюсь считать. А в предыдущей записи, где лямбда, почему бы стало внутри вектора? Здесь? Да. У нас получается было вот такое запись. Мы просто взяли и сказали давайте мы будем рассматривать B на лямбда как какой-то новый вектор. Обозначим его B лямбда. Вот так. Мы можем оператор запихать внутрь и рассматривать это как цельный объект, а не как что-то из двух компонентов. Вот такая просто краткая запись. Дераковская аннотация вот такая в этом плане немножко нетривиальна в том, что мы словно говоря, внутри векторов обычно пишется все, из чего этот вектор состоит или как он получается. В итоге иной раз такое нагромождение операторов получается внутри вектора, которое надо еще распознать. Здесь просто мы взяли и сказали, что да, у нас вот такой новый вектор, у него такое обозначение B0 лямбда. Можно было бы обозначить буквой A вот это все целиком, A с индексом лямбда, чтобы не путаться, но опять же как угодно, как угодно можно обозначить, то есть можно записать вот так, как мы сделали можно было бы написать, что это у нас например лямбда умноженная на какой-то новый вектор A с индексом лямбда. Просто новую букву взять и обозначить его содержимое. А индекс обозначает как бы собственное число, то есть номер вектора в общей системе. Но самое-то главное что? Самое-то главное то, что у нас теперь вот мы переставили в левой части два оператора у нас получился тоже на выходе оператор ну получилось что-то про что мы уже знаем собственные числа мы UB крест B мы знаем что у него собственное число равно лямбде UB B крест собственное число лямбде не равно то есть мы получили оператор вот этот про который мы что-то знаем написано строчками выше верхней что у него есть неотрицательное собственное число лямбде и у нас получилась такая вот комбинация, что вот этот вот b крест b плюс 1 действует на вновь вот этот вот введенный вектор b лямбда, объединенный. Так, вот у нас получилось такое выражение для левой части. В итоге что у нас здесь есть? Мы видим, что у нас и в левой и в правой частях вектор на самом деле получился одинаковый. Получился одинаковый вектор. Это что означает? Означает, что у нас по сути дела возникла задача на собственное значение, возникла задача на собственное значение, в которой работает вектор b лямбда и для него, скажем так, он является собственным вектором для вот такого вот оператора. То есть у нас получается по смыслу b лямбда это собственный вектор оператора в скобочках. Собственный вектор оператора в скобках. Это вот одна из возможных трактовок этой книжной записи. Или, поскольку у нас единичка это число, мы можем перенести ее в правую часть. Или у нас получается b крест b, действующий на новый вектор b лямбда, равно лямбда минус 1. Равно лямбда минус 1 на b лямбда. И что это нам означает? Что это нам говорит? У нас получается, у нас была вот такая вот задача на собственное значение, а мы получили после при вызвании вот такую. В ней отличия какие? Лямбда меньше на единичку, а вместо вектора лямбда у нас вектор b лямбда. То есть получается у нас мы... Это нам что означает? Это означает, что если мы подействуем оператором b на собственный вектор, то мы понизим собственное число задачи. Действие оператора b... уменьшает собственное число на единицу. Уменьшает собственное число на 1. На единицу. Вот. Точно так же можно показать, что если мы наоборот подействуем оператором b крест на задачу, то у нас собственное число возрастет. Прошу прощения. Так. То у нас, собственно, число возрастет на единичку. Получается, что и два этих оператора, они действуют в противоположные стороны. Один увеличивает лямбду, а второй лямбду уменьшает. При этом собственный вектор задачи, в общем-то, не меняется. Собственный вектор, по сути дела, особо не меняется. Ну и что получается? Мы можем вот сейчас вот эту задачу, подчеркнутую сам внизу, повторить, подействовать на нее снова оператором b слева. Если мы так сделаем, то у нас получится вот здесь вот, ой, прошу прощения, прости, у меня указатель надо включить. Указатель. Если мы подействуем на вот эту задачу еще раз с оператором b, как делали в начале этой выкладки, то мы получим точно такое же выражение, но в нем будет лямбда минус 1 умножить на лямбда минус 2, и b уже будет внутри сидеть в квадрате. То есть будет 2 оператора b внутри вектора. И так далее можно вот итерационно это продолжать, сколько угодно долго, сколько угодно долго, в общем-то, потому что мы про лямбду ничего не знаем, поэтому у нас ограничений никаких пока особо нет. Ну, кроме того, условие, что лямбда у нас не может, обязательно быть положительной. Обязано быть положительной. В итоге получается, что если мы много раз оператором b на задачу, на какое-то собственное число, на вектор подействуем, так вот если мы n раз подействуем b на исходную волновую функцию, то что мы получим? Мы получим собственный вектор, который будет отвечать числу лямбда минус n. Лямбда минус n, потому что мы n раз понизили собственное число на единичку. У нас задача на собственное значение всегда будет лямбда минус n фигурировать. И вот такой вот b в степени n на лямбду. Почему бы в степени n, потому что мы подействовали один раз, у нас b на лямбда, два раза у нас b на b на лямбда, то есть операторы, они нанизываются и возводятся в степень всегда. Возводится в степень, а не то, что там n умножить на b на лямбду. У нас здесь именно произведение. Последовательное применение операторов, оно дает нам произведение матрицы, как будто бы. Операторы, они перемножаются друг с другом при последовательном применении. А поскольку у нас один и тот же, то просто его возводим в... Я не знаю, что мы возводим этого, а что мы его возводим. В иную степень мы его возводим. Ну и получится еще дополнительный множитель. Множитель возникает из-за нормировки. Из-за нормировки, из-за условия, что у нас лямбда умножить на лямбда должно быть равно одному. Вот его я просто здесь выпишу. Потому что выводить то, что этот множитель прям строго получается, ну, можно, но что-то не очень, честно, хочется. Хотя не сильная заместолатая запись, но, скажем так, можно убедиться в этом. Можно убедиться в том, что именно с такой нормировкой у нас будет реализовываться единичный вектор всегда. То есть это нормировка для выполнения вот такого равенства лямбда минус n равно одному. Вот. Без этой нормировки у нас будет нарушаться условие ортогональности. Вернее, будет нарушаться условие ортонормированности. И все разные вектора будут иметь разную длину. А так мы их все загоняем в единичку. Они все, по сути дела, фигуруют нам базис какой-то. Для этого они... Для этого этот множитель вводится. Структуру вектора можно увидеть, если реально просто взять ее на предыдущую задачу, еще раз повторюсь, просто подействовать здесь оператором B еще раз на полученную задачу, получить решение для нее, потом так дальше, дальше, дальше подложать, и в итоге получить какую-то n-ную формулу для n-ного случая. То есть просто так мы распространяем. Тут даже не по индукции, это просто реально цепочка действия одинаковая дает такой результат. Здесь никаких утверждений о том, что где-то это нарушится, это затощение у нас нет вообще, не от чего нарушаться. С одной стороны. Но с другой стороны, если лямбда равно нулю, что будет? Что будет с этой цепочкой, если лямбда равно нулю? Что будет с этой цепочкой, если лямбда равно нулю? Смотрим на знаменатель. Если лямбда равно нулю, у нас знаменатель получается расходящийся. Тогда означает, что если мы берем оператор B и действуем им на вектор, отвечающий нулю, у нас обязательно должен получиться ноль. Иначе будет расходимость. Иначе нарушаются условия ортогональности. Ну, условия нормировки, напишем. Все эти векторы, собственно, должны быть нормированы и, в общем-то, должны себя вести прилично и не должны расходиться нигде. Вот такая получается ситуация. Вот такая ситуация. Вот. И что теперь? Что теперь? Что теперь? Иначе нарушаются условия нормировки, если лямбда равно нулю. В итоге, что у нас получается? Если мы скомбинируем эти два результата, вот случай лямбда нулевой и лямбда ненулевой, мы видим, что у нас... Так. Если мы лямбда не целая, зададим, что будет. Так, 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 так. Так, что-то мне перехлинило новость. А, ну, собственно, да. У нас, получается, лямбды могут быть только неотрицательными. Лямбда ноль – это некоторое граничное значение. Ниже него мы спуститься не можем. Получается, лямбда обязательно больше либо равно нулю, хоть как. И они меняются с шагом один. Меняются с шагом один. В итоге, получается, у нас в совокупности вот эти вот свойства дают нам то, что лямбда является целыми числами. Только целыми. То есть мы можем приближаться к нулю только уменьшением на единичку. Только уменьшением на единичку. Мы не можем взять и в какой-то момент нам так сделать, что у нас лямбда, например, одна вторая, например. Если у нас лямбда одна вторая, то при следующей итерации у нас должна получиться лямбда равна минус одной второй. А это противоречит у нас условию самому первому, который мы получили. То есть у нас, получается, вот есть эти два условия. Лямбда больше либо равно нулю. При лямбда равном нулю получаем нулевой вектор. Получается нулевой вектор. Нулевой вектор и b далее не действуют. Вернее, он действует, но он все равно будет давать нулевой вектор. Как бы мы здесь сейчас уже не пыжились, у нас получится всегда будет 0. Сколько бы мы итериации дальше не повернули, всегда будет получаться нулевой вектор. И лямбда уменьшается до нуля с шагом 1. Сюда сделаю, что лямбда – это просто целые числа. 0, 1, 2, 3 и так далее. Целые положительные числа. Ну и еще 0. Лямбда получается равно 0, 1, 2. В итоге получается, что мы сделали. Мы, по сути дела, ничего не зная о структуре векторов, ничего не зная о структуре операторов, зная только то, что у нас b и b-крест определенным образом коммунируют, мы получили, что у нас, оказывается, мы собственные назначения-то знаем, мы их можем найти. Вот они, 0, 1, 2 и так далее. Это целые числа. Ничего не зная о векторах, мы смогли посчитать, смогли решить задачу, ну хотя бы на собственное значение. Хотя бы вот ее полностью решить. Хотя бы полностью ее решить. То есть лямбда 0, 1, 2 – это получается собственные числа. Собственные числа оператора b-крест b. Ну и, собственно, теперь что можно сделать? Во-первых, можно показать, что если мы будем применять не оператор b, а оператор b-крест, он, наоборот, будет увеличивать значение лямбды на единичку. Он будет увеличивать. Значение лямбды на единицу всегда. Всегда на единицу. Это можно записать, но целиком показывать, наверное. Ой, не psi, лямбда. Целиком показывать, наверное, большого резона нет. То есть это все можно тоже провернуть. Аналогично тому, что сделано и сейчас было. Просто взять и оставить ее в качестве примера на контрольную точку. Это интересная мысль. По аналогии, получается, можно провернуть. Как мы сделали? Домножали, действовали оператором b-крест. Ой, оператором b, вернее, на собственное значение. Если мы сейчас применим к ней оператор b с крестом, то можно получить задачу. Надо просто правильно притащить крест внутрь вектора. Надо будет перестановка операторов сделать так, чтобы у нас b-крест перешел внутрь лямбды. внутрь лямбды. И тогда мы получим значение лямбда плюс 1. Получим значение лямбда плюс 1 на выходе. Вот. Тут немножко надо. Немножко более громоздкая выкладка получается, чем в этом случае. Не такая уж, чтобы. Тоже два оператора местами поменять. Вот. Самое-то главное, что мы собственные числа нашли, и все у нас с этим теперь хорошо. Давайте мы... Время-то еще есть? А, есть еще время. Отлично. Давайте мы сейчас вернемся к гамильтониану, вернемся к физике. Вернемся к физике. И выразим оператор гамильтона через вот эти вот самые новые операторы b. Давайте я сейчас с тобой перелесну на следующий слайд. И вернемся к физике. Так. Получается, нам нужно выразить импульс и координату через b и b с крестом. Импульс и координат через них надо выразить. Так. Ну, что делать? Придется выражать. Если мы их сложим, вместе мы получим выражение для импульса. Если мы вычтем из одного один из другого, мы получим выражение для координат, для х. Ну, давайте так. Выразим h через b и b крест. Выразим h через эти операторы. Так. Если мы их складываем, если мы их просто складываем, что получается? Два импульса, деленное на корень. Два импульса, деленное на корень из 2hm омега. Если мы их вычтем один из другого, вот давайте вот так вот вычтем. b крест минус b. Знаком проще было. У нас будет 2im омега. 2im омега х на корень hm омега. Так, 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 так. Ну, в итоге получается импульс и координату мы отсюда спокойно получаем. Сейчас, возможно, я, конечно, немножко избыточное преобразование делаю в чем-то. Но уж, что есть, то есть. Так, p. А давайте сразу в квадрате запишем. p в квадрате будет 2hm омега, деленное на 4, b плюс b в квадрате. Почему в квадрате? Потому что у нас в гамильтиняне p в квадрате входит. И х точно так же нам надо в квадрат возвести. х квадрат. Ладно, давайте без пидрожи, просто х квадрат и все. Так, х квадрат. 2h на m омега. 2h на m омега. В знаменателе будет 4m квадрат омега в квадрате. Знак минус и b крест минус b в квадрате. Знак минус и замнимые единички. Теперь это все упихиваем в гамильтиняне и смотрим, что получится. Надеюсь, получится правильно, но не гарантирую. Я эту выкладку, как обычно, год не делал точно. Так, гамильтиняне p в квадрате на 2m. m у меня квадрат на х квадрат. Так, p в квадрате на 2 массы. h омега. 2 массы сокращаются. 2 массы сокращаются. Так, на 4. Или здесь получается b. Так. Ну, можно писать, например, b квадрат. b квадрат плюс b. b крест плюс b крест. b плюс b крест. Квадрат. Ну, не забывайте, что просто удвоить нельзя, потому что это операторы, а не числа. Так, х квадрат у нас m на омега квадрат. Еще раз. m на омега квадрат на х квадрат. Пополам. Знак минус еще есть. Итак, m. Да ладно. Множим все так. m омега квадрат. m омега квадрат. Так, это вот то, что было в Мельтониане. Пополам. Минус учел. Двойка. h. m омега. m квадрат омега квадрат. Во. Вот теперь сразу видно, что сократилось, что нет. Нет, четверку забыл. Четверку написал. Так, b крест в квадрате. Минус b. Крест b. Так. Минус b крест в квадрате. Минус b крест b. Минус b на b крест. И плюс b в квадрате. Так, лишнее сокращаем. Лишнее сокращаем. Так, почему-то масса у меня осталась. Лишнее, непорядок. Так. Нет, она не лишняя. Вон сверху надо ее выключить. Ну, там m квадрат и знаменательная. А, все нормально, да. m квадрат. Все отлично. Масса ушла. Спасибо. Тут меня переклинило малость. Вот. Что получилось? Так. Что получилось от Гамильтониана? h омега на 4. Скобки раскрываем. Внимательно смотрим. Следим за знаками. Следим за руками, да. Вот у нас. b в квадрате и минус b в квадрате получается. За счет знака между скобками сокращаются. b крест в квадрате и b крест в квадрате точно так же сокращаются. Множители перед ними при всеми одинаковые. h омега на 4. Ну, а оставшие слагаемые, они наоборот удваиваются. Здесь получается в итоге 2b на b сопряженный плюс 2b сопряженный на b. Ну, и двойку, естественно, можно тоже сократить без всяких проблем. Наши омега пополам. Ну, и давайте сделаем финалочку. Вот этот вот оператор первый. Поменяем в нем местами сопряженный и не сопряженный оператор. Первым слагаем. Поменяем местами b и b с крестиком. Его, получается, можно записать как b крест b плюс 1. По правилам коммутации. И в результате что у нас выходит? В результате у нас выходит h омега. h омега. В скобках получается два одинаковых произведения операторов. Двойку можно снести под скобку и сократить в этом месте. У нас получается вот такая вот запись. Плюс 1 вторая. Вот эта вот единичка дает нам 1 вторую. и превращается в 1 вторую. У нас получилось, что гамильтониан в виде операторов b имеет очень простой вид. Очень простой вид. b, b, b плюс 1 вторая. При этом самое-то главное, что самое главное, мы знаем, чему равны собственные значения вот этого вот оператора b крест b. Это целые числа. Собственные значения b крест b это целые числа. Это, соответственно, собственное значение гамильтониана полученного. Собственное значение h. Это будет h омега на n плюс 1 вторая. Так, собственное значение h. Давайте я его просто поставлю. Не равно, а двоеточие. Это уровень энергии системы. Уровень энергии системы. n равно 0, 1, 2. То есть вот эти вот самые n-ки, это собственные числа b крест b. Вот мы таким немножко замысловатым путем, но получается, мы потратили на самом деле большую часть времени на то, чтобы поисследовать свойства операторов и увидеть, какие у них собственные числа. На самом деле, если бы мы это знали, мы бы вот сейчас буквально просто подставили бы все в гамильтониан и на одном слайде получили бы значение уровня энергии осциллятора. У нас получилось, что уровень энергии осциллятора воспроизвелся, вернее, спектр энергии осциллятора воспроизвелся вот таким, вот достаточно простым путем. Если решать по-честному через поленомы Эрмита, если вспоминать, как там решается уравнение Шрёдингера, ну, довольно нетривиальным путем там приходится строить ряды, обрывать их в определенные моменты, чтобы не было расходимости, потому что там, получается, расходящиеся ряды на самом деле. И из условия замыкания, условия нерасходимости, там получается набор собственных векторов, которые, по сути дела, вот отвечают уровнем энергии осциллятора. Вот мы таким образом, получается, результат воспроизвелить. Точно так же можно отсюда построить еще и все собственные функции, но я это делать особо не хочу. Делать особо не хочу. Самое главное здесь именно сейчас идея вот этого применения метода вторичного клантования в том, что мы можем немножко по-другому трактовать задачу. Можем немножко по-другому трактовать задачу, потому что, когда мы говорим про удинение Шрёдингера, ну, там непонятно. Там у нас тут такая волновая функция, и у нее такая энергия там, такая волновая функция, и у нее другая энергия. А здесь у нас получился экодистантный спектр. Очень легкий для анализа. И мы с помощью операторов B-B-Clest его получили альтернативным путем. Что мы теперь можем рассмотреть? Как можем теперь сдачу трактовать по-другому? То есть мы, получается, что у нас имеем? Что у нас имеется? У нас есть основное состояние осциллятора. Основное состояние с n равным нулю. Основное состояние с n равным нулю. С n равным нулю. И энергии h-омега пополам. И, по сути дела, мы можем рассматривать, можем трактовать сейчас изменение энергии при изменении n как как будто бы внесение в систему новой частицы дополнительной. То есть у нас был один электрон в потенциальной яме, в потенциальной яме, который обладал сложные волновые функции. Сейчас волновая функция становится особо не важна, цельная. Но зато мы можем сказать, что вот у нас переход на каждый уровень можно трактовать как внесение в систему некоторых частиц на каждый новый уровень n можно трактовать. Ну или рассматривать, не знаю там, как внесение в систему частицы, в кавычках, потому что мы на самом деле ничего в нее не вносим. Вот солнце выглянуло. частицы с энергией h омега. Внесли одну частичку, у нас получился уровень с n равным 1, соответствующая энергия, h омега внутри вторых. Внесли там 5 частиц, получилось в итоге 5 h омега плюс h омега пополам и так далее. Сколь угодно частиц, мы можем их в эту систему вносить. Вот это такая вот основная такая вот главная идея, чтобы вместо того, чтобы рассматривать реальную физическую частицу, мы рассматриваем какие-то так называемые квазичастицы. Квазичастицы. Все эти квазичастицы обладают одинаковыми энергиями h омега. То есть у нас получается как бы мы квазичастицы с одинаковыми энергиями h омега. С одинаковыми энергиями h омега. Частицы эти между собой не взаимодействуют, не взаимодействуют, иначе бы массажный спектр, конечно, нарушился, но вот такой простой получается довольно для рассмотрения варианта. Мы вместо того, чтобы рассматривать осциллятор, мы рассматриваем какой-то идеальный газ из частичек с одинаковой энергией. Так, с одинаковой энергией не взаимодействующие. Не взаимодействуют, не взаимодействующие не влияют. Ну и самое-то главное, здесь еще один важный момент, который позволяет нам записать в риторию, позволяет нам записывать разные процессы в системе. Разные процессы в системе. Оператор B с крестом увеличивает N на единицу, увеличивает N на единицу, и мы можем сказать, что он как будто бы рождает квазичастицу. Он создает новую квазичастицу. оператор B просто, он наоборот уменьшает N, уменьшает N, и он эту самую частицу наоборот уничтожает. Собственно, они так и называются операторы рождения и уничтожения. Уничтожает частицу. Тоже квазичастицу. То есть B и B крест, они так и называются операторы рождения и уничтожения или операторы creation annihilation ну или операторы вторичного квантования. Вторичного именно на том плане, что мы квантовую задачу как будто бы еще раз преобразовали и еще раз приквантовали. Операторы рождения и уничтожения. То есть мы ввели, получается, навели какую-то новую дискретизацию на систему. Вместо того, чтобы рассматривать дискретный уровень энергии, мы рассматриваем дискретный набор частиц. Такая общая идея этого метода. Но на примере осциллятора может быть здесь такая немножко стрельба из пушки по воробям, а не еще. Вот английский термин он такой. Но на самом деле в итоге имея вот эту базу, зная, что у нас операторы обладающие вот таким свойством, обладающие целочисленным спектром собственных значений и единичным коммутатором, они могут быть применены для вот такого перехода от описания какой-то сложной системы к идеальному газу каких-то других квазичастиц. Не настоящих, скажем так, физически, может быть, не существующих, но тем не менее работающих как некоторые коллективные возбуждения в системе. И именно с этими квазичастицами по сути дела мы и дальше будем иметь дело везде в рамках курса. Далее. Вот примерно вот такие общие слова можно под завершение лекции, под завершение занятия сказать. Вот. Далее получается будем постепенно разбираться всякими еще ну немножко обобщим это на случай большого числа частиц. Некоторую формалистику общую наведем, а потом уже перейдем к реальным описанию реальных систем. Не знаю, всякие колебания кристаллов, колебания магнитных моментов, магничности и просто движение электронов в системе. Можно пути адаптации, скажем так, и расширения вот этого подхода мы ими займемся в следующий раз. Ну а сегодня такая отчасти воспоминательная лекция, отчасти может быть что-то иное добавило. Я, честно, плохо помню, что я вам рассказывал, что нет неравнодесных процессов. Потому что какие-то флешбеки тоже немножко есть, но это нормально. Может быть просто перекликаетесь с другой группой магистров, которым я это рассказывал. Вот. На сегодня давайте на этом закончим. Останавливаю запись.